всем добрый день дорогие участники поставьте пожалуйста в чате слышно ли вам звук видно ли вам камеру видна ли презентация поставьте плюсик или что-нибудь напишите в чате для того чтобы мне понять можем ли мы продолжать или начинать альбина добрый день альбина рада приветствовать юля отмечает что видно и слышно наталья тарасенко видно слышно и презентацию тоже видно правильно понимаю хорошо тогда мы будем начинать у нас сегодня очень интересная тема которая ну знаете с одной стороны я наблюдаю за людьми и ну повсюду это вижу слышу эти истории и они ну вот настолько переплетены в нашей жизни что о них вот вроде как и говорить то ну а что об этом говорить если это так на поверхности но другой стороны вроде бы это очевидные вещи но не всегда люди могут рассмотреть вот эти штуки которые собственно с одной стороны они стремят нас к совершенству а с другой стороны стороны они на самом деле отравляют нашу жизнь очень так качественно планомерно ежедневный день за днем отравляет нашу жизнь вот и сегодня мы поговорим про эти драйверы я на самом деле так-то ожидала что будет участников побольше и приготовила даже один слайд про себя так секундочку туда повеснула один слайд про себя но чувствую что аудитория такая собралась которая меня очень хорошо и так знает вот ну если вдруг у нас появятся новые люди среди среди наших пользователей до сегодняшних участников то я расскажу чуть больше о себе вот пока тогда мы будем двигаться дальше конкретно ближе к теле исследователями темы драйверов совершенства является тейби киллер американский психолог и эрик берн американский психиатр они ну каждый трудился в свое время и каждый трудился со своими исследованиями так или иначе они пересеклись в теме того что наблюдая за людьми они обнаружили несколько вот этих особенностей поведения людей потому что драйвер это драйвер совершенства это что-то что двигает людей определенным образом действовать определенным образом мыслить и вот исследования они производили каждой своей скажем так области и атмосфере но очень тесно переплетись их исследования и вот этих двух ученых называют ну собственно такими исследователями темы драйвера совершенства драйвер в психологии ну на самом деле мы больше знаем слово драйвер это например там в программном обеспечении да это драйверы компьютеры или какие-то программы вот это более популярно этот смысл но психологии так же называют драйверами двигатель и поплуждающую силу человека к тому чтобы действовать чтобы предпринимать что-то из определенных мотивов вот и включаются эти мотивы в определенных ситуациях которые записаны ну достаточно глубоко в подсознании и человек не осознает как эти мотивы начинают проявляться вот и драйвер психологии это такое тоже очень популярная популярный жизнь вот что такое бессознательное но для того чтобы вам понимать и осознательное это всего лишь ну пять а то и меньше процентов но это вот то что мы вокруг видим слышим можем потрогать себя можем там понимать в каком пространстве мы находимся физически вот этот объем информации занимает менее пяти процентов менее пяти процентов поступающей информации в наше сознание все остальное что происходит с нами это бессознательное и вот теперь просто задумайтесь да вот эта пропорция пять процентов то что мы видим слышим а все остальное то что мы не замечаем не осознаем оно занимает девяносто пять процентов если вообще вдуматься вот в эту силу в эту мощь этого подводной части этого айсберга то ну просто ну понимаешь вообще кто ты со своим сознанием да и что на самом деле управляет жизнью управляет нашим поведением и иногда люди говорят я хочу управлять своим бессознательным я хочу его контролировать можем ли мы контролировать то что больше нас вообще ну для того чтобы мы могли что-то контролировать нужно стать но я здесь не говорю физически больше но нужно стать то есть наше сознание должно стать больше чем бессознательное этого просто невозможно потому что но в природе человека это не заложено если бы человек осознавал и помнил весь объем информации который у него накоплен бессознательно то ну например при переходе дороги мы бы могли просто не заметить едущий автомобиль на нас потому что это был бы очень большой объем информации то есть мозг человеческий бы не справился с тем чтобы аккумулировать всю эту информацию в таком большом количестве вот и в природе вообще все так устроено что все делается на благо человека для его безопасности для его ну такой сохранности его жизни вот и для этого природа сделала так что сознание оно у нас намного но уже намного меньше вот именно в том узком круге которым мы можем контролировать управлять а все бессознательное оно ну мы можем этим пользоваться если мы начинаем в эту сторону внимание свое направлять вот и однажды есть такой андрей таслинов я с ним общалась в новосибирске на мероприятии большом и он выступал с мастер-классом с такой презентации вот как раз бессознательное невозможно сделать чтобы мы им управляли но можно расслабить вот эту мембрану которая находится на грани сознательного и бессознательного как раз passed для того чтобы немножко этим управлять вот и управлять мы этим можем как раз через эмоциональный интеллект вот те кто проходили у меняэгруэмоциональный интеллект получили много практик для того чтобы анализировать вот эти вот эмоциональные свои переживания и понимать а что в моём бессознательном ко мне стучится вообще что мне нужно осознать и вот эмоции как раз они на помощь вот этой работы Итак, цель этих сценариев, да, вот эти бессознательные сценарии – подтвердить позицию благополучия. Ну, как я уже сказала, наша природа нас позаботилась таким образом, чтобы максимально создать для нас условия безопасности и благополучия. И вот те сценарии, которые записаны, они подтверждают позицию благополучия. Если я действую по этому сценарию, то я окей, со мной все хорошо. И в собственных глазах, и в глазах окружающих. Я чувствую, что я хорошая, я молодец, потому что я действую по сценарию. Этих сценариев классически, их пять. И люди, когда они в рамках этого поведения, они себя оценивают хорошо, они себе нравятся, и у них пазлы сходятся, что они, собственно, в таком находятся балансе. Я окей, и мир обо мне думает, что я окей тоже. Вот, такое очень важное подтверждение для человека. Почему это важно для людей? Потому что человек такой товарищ, он социальный, и для него важно быть среди себе подобных, ну, вот на каком-то таком, на нормальных позициях. И ради этого проведены очень много экспериментов. Могу вам один рассказать. Это эксперимент про пирамидки, про белую-черную пирамидку. Если кто-то знает этот эксперимент, ну, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, я просто буду понимать, что вы владеете. Если не знаете про это, то поставьте минус, я тогда подробнее расскажу. Эксперимент про пирамидки. Альбина не знает. Ну, так, Наташа не знает, Света не знает. Хорошо, поясню тогда. У меня сегодня, похоже, четыре участника, вот самые активные в чате. Ну, может быть, время я перенесла, и не все так быстро сориентировались, но ничего страшного. Итак, эксперимент про пирамидки. Его проводят с детьми в детском саду. Это дети в возрасте до пяти лет. К ним приходит психолог. Садит детей вокруг стола, например, трех ребятишек, там мальчиков и девочек, неважно, и ставит на стол две пирамидки. Одну белую пирамидку и одну черную пирамидку. И договаривается с этими ребятишками и говорит, вот сейчас придет четвертый, там мальчик, например. Вот, и я его спрошу, какие-то пирамидки. Ну, давайте мы с вами договоримся, что вы все будете называть, что эти пирамидки обе белые. И вот, значит, все, с детьми он договорился, приходит мальчик, там Петя, к примеру, и психолог начинает спрашивать сначала детей, которые были за столом, уже сидели. И спрашивает, Ваня, это какие пирамидки? Какого они цвета? Он говорит, обе белые. Ну, они же так договорились, и он выполняет договоренность. Обе белые. Анечка, а ты что скажешь, какие это две пирамидки? Она тоже говорит, обе белые. Мальчик, который новенький подошел, он же не знал об этой договоренности, там у него просто надо наблюдать за этой мимикой, удивление вообще, просто, что с ним происходит. Он видит, что это разных двух цветов пирамидки, он вообще недопонимая, ну, слушает своих коллег, да, и у него происходит такая стыковка. И третий ребенок точно так же подтверждает, обе белые. Доходит слово до этого мальчика новенького, ему говорит, Петечка, ну, скажи, какие это пирамидки, какого цвета? Он очень растерянно, но повторяет, обе белые. Почему это происходит? Потому что люди, существа такие социальные, им нужно уметь вписываться в общество. И вот с самого детства мы все очень хорошо научились вот так подстраиваться под требования общества. И мы понимаем, ну, даже вот те, у кого дети есть, можете проанализировать, что воспитание детей даже происходит, что если ребенок слушается, он конфетку получает, грубо говоря, да, если он не слушается, он там лишение какое-то получает. И ребенок понимает, собственно, в чем он хороший и молодец, и он благополучен, а в чем он не совсем, скажем, не совсем находится в такой оценке, ну, то есть, которая бы ему дала безопасность. Вот. И таким образом записываются эти сценарии, когда с маленького возраста мы стремимся нравиться окружающим. Вот. Итак, с помощью драйверов, вот да, мы подсознательно хотим завоевать внимание окружающих. И вот эти сценарии, которые записаны с детства, да, что вот если ты так делаешь, то значит все остальные тебе скажут, что ты хороший, что ты молодец, тебе похлопают или получишь подарок. Вот. Получить признание – это также получить похвалу, получить одобрение, какие-то подарки, призы, вот, и чувствовать себя в безопасности. То есть, когда мы нравимся окружающим и мы себя чувствуем в благополучии, то одна из самых таких мощнейших потребностей человека, лежащего в плоскости вот инстинктов, да, это обеспечить себе безопасность. И для того, чтобы нам чувствовать себя в безопасности, мы готовы действовать порой, может быть, вообще в ущерб собственным интересам, но ради того, чтобы окружающие нам какие-то лайки поставили, да, это вот современным термином, если говорить, да, то современные дети и молодежь, вот они все лайки собирают. Ну, такие вот одобрения извне, для них это такой важный драйвер очень. Заложены эти драйверные сценарии очень глубоко, и от того, что сегодня вы о них узнаете, это не означает, что вы от них быстро сможете, быстро ими управлять и осознавать. Ну, осознавать их можно сразу, но скорее осознание может происходить чуть-чуть с запозданием. То есть я чуть позже начинаю понимать, что да, это происходит, но не в момент, когда мог бы изменить свое мышление или поведение. Почему? Потому что эти сценарии, я уже говорила, что они на бессознательном уровне заложены. Некоторые психологи отмечают, что это вообще родовая память, это даже есть в генах и в ДНК какие-то вещи уже как алгоритмы определенные записаны. Вот, и также формируется это во внутриутробном развитии ребенка. И особенно, особенно самый сильный пласт, это, конечно, в маленьком возрасте, то есть до трех лет. Ну, даже говорят, что до года, но, наверное, вот так от года до трех это все может быть гибко и еще больше и больше уплотняется. Вот. Позиция ребенка, она очень быстро формируется. И он на самом деле, родители думают, что дети манипулируют. Ну да, потому что они очень здорово умеют подстраиваться под то, как себя чувствовали в благополучии. Вот. Итак, драйверы, сейчас мы перечислим вот их пять, пожалуйста, вы себе их запишите, и потом мы подробнее о каждом побеседуем, поговорим. Итак, драйверы, они у нас как внутренний голос, внутренние послания, которые человек внутри себя слышит, как такой дублирующий себя голос, что, ну, даже, может быть, это и сознательно и не нужно, но где-то в подсознании это должно быть очень вот так вот явно и активно проявлено. Ну, например, быть лучше. Я в порядке, только если я лучший. Знаю очень многих людей, которые буквально не могут себе позволить быть где-то не лучшим. Если они не получили победу или там где-то первенство по каким-то показателям, то всё, у них настроение плохое, они себя чувствуют неблагополучными, день идёт не так, настроения нет, энергии нет, страдания, ну и так далее. Вот. Быть лучшим такой, знаете, очень хороший драйвер всех перфекционистов, всех отличников. Вот. Следующий драйвер – это такой стараться. Стараться всегда и во всём. Я в порядке, только если я стараюсь. Но стараюсь – это не означает действую. Драйвер этих людей – это очень много времени тратить в подготовку. Это, знаете, когда вот человек вроде хочет успеха достичь, и, ну, надо бы просто брать да делать, а он не то, что брать и делать, ему кажется, что он ещё недостаточно подготовился, он ещё не совсем готов к тому, чтобы вот просто начать жить на самом деле. Ну вот, и вот он всегда старается. Радуй других – это такое тоже, знаете, я иногда замечаю, как мамочки молодые со своими детьми общаются и говорят там своему ребёнку, солнышко, ну порадуй маму, сделай что-нибудь там для мамы хорошее, да, или ещё что-то. И тогда ребёнок научается, что если он порадовал своих родителей, если он там им угодил, то у него будут какие-то тоже конфетки, баллы или там какие-то бонусы, вот, радуй других. И эти люди, они тотально научаются угождать другим, угождать окружающим, и в ущерб собственным интересам они готовы делать всё для других. Четвёртый драйвер – это будь сильным, будь позитивным. Вообще он звучит «будь сильным», это я так добавила, «будь позитивным», потому что сила не столько физическая нужна, сколько сила эмоциональная или сила духа. Вот, и я в порядке только если я сильный, да, и можно услышать от людей такие фразы, ну, я же сильный, я справлюсь, и если вдруг я себе слабинку какую-то дам, если я, ну, где-то покажусь эмоциональным, то это всё, я тогда не окей, со мной что-то не в порядке. И вот здесь вот такая волна вот этого мышления, позитивного мышления, которое, ну, знаете, человек, например, переживает какую-то грусть, он внутренне расстаётся с какими-то ценностями, в которые он когда-то верил, и сейчас у него происходит личностный рост, он в позиции вот такого развития, но на фоне грусти проходит у него всё это. И окружающие почему-то непременно считают ему сказать, ну, будь позитивным, улыбнись, всё пройдёт. Но ему сейчас просто необходимо в грусти побыть, потому что в радости не происходит личностного роста. И эмоция грусти здесь, она очень ресурсная. Вот, но почему-то общество считает, или там в семье не принято было, возможно, что там плакать нам не разрешали, нужно быть позитивным и так далее. Вот, и пятый драйвер такой тоже интересный, это спеши. Иногда люди искусственно себе создают вот эту вот атмосферу такого занятого человека, что если я в спешке, я очень занята, со мной всё хорошо. Я обязательно должен куда-то не успевать, я обязательно должен напланировать себе кучу дел там, а вообще одно на другое наезжает, я ещё одно дело не успею закончить, я себе уже следующее на этот день планирую. Вот, и это люди в тотальной спешке находятся. И они на самом деле, ну, вот в этой спешке действительно всё не успевают, потому что у них одно откладывается на другое. И, ну, на самом деле это и стиль жизни такой, спешите никуда не успевать. Вот, напишите, пожалуйста, в чате, если вы что-то у себя рассмотрели, просто плюсик поставьте, что есть у вас такая штучка или нет. На самом деле, так или иначе, вот те исследователи, о которых я вам упоминала, они говорят о том, что все пять присутствуют, но наиболее активными два-три являются драйвера. Вот. Я также над собой работаю, у меня есть, я понимаю, что все из этих пяти драйверов в той или иной степени они есть, и они тоже очень глубоко, но вот нужно как раз осознавать вообще, для чего ты это делаешь, да, вот этот вот смысл в моменте. Ну, я вам дам практику, чуть позже расскажу, как с этим работать. Пока давайте поподробнее рассмотрим все эти состояния, да. Цель драйвера – это получить ощущение благополучия, да, то, что я вам говорила. А Вероника отмечает, что второй сильнее. Угу, хорошо. Так, ну вот, существует пять классических драйверов, я про них рассказала, и, как правило, два-три являются ведущими, вот, и, но присутствуют там в легкой степени, могут все пять драйверов. Итак, первый драйвер – быть лучшим. Можете записать, какие поведенческие паттерны происходят. Человек постоянно стремится улучшать себя. Вот, что нужно отметить, что все эти пять драйверов, они являются очень трудно реализуемыми, практически недостижимыми. И в этом случае человек начинает быть в состоянии постоянной неудовлетворенности, потому что вроде как ему надо быть лучшим, и в то же время он же не достиг этого лучшего состояния. И он постоянно хочет себя улучшать, даже независимо от уровня совершенства. Он будет все равно считать, что ему чего-то не хватает, он где-то, ну вот, недостаточно встроенный, недостаточно умный, недостаточно, не знаю, там, ему вообще, если он где-то по показателям в бизнесе, к примеру, там, товарообороты, или там еще какие-то показатели, если его подразделение не делает вообще лучших показателей, то просто вообще нет повода для счастья, понимаете, вот, у этих людей. И они просто, ну, страдают, переживают искренне, очень много энергии тратится не туда, потому что, ну, вот, ну, если я не лучший, то вроде как я все, я уже не личность, и мне уже, ну, как я вообще людям-то покажусь на глаза. Вот, но все эти штуки, вот эти улучшения, они всегда очень субъективны, да, вот, кто ставит эти планки, кто ставит эти параметры лучшего. И вот эти, ну, лучшести все, да, они очень-очень субъективны, и не факт, что быть вот этим лучшим вообще для тебя комфортно, тебе хорошо, и тебя, собственно, вот, ну, устраивает вообще та ситуация, которая есть. Постоянно нужно быть лучшим. И, конечно, это прививается еще, можно сказать, и в школе, это прививается, когда родители сравнивают, например, детей друг с другом, или детей, там, например, с соседскими детьми, говорят своему ребенку, посмотри, вон, на Анечку с пятого этажа, вот у нее туда, а ты вот у меня что-то как-то не дотягиваешь. Иногда некоторые родители такое позволяют делать. Вот, я обычно это замечаю у своих, там, своего дедушки, он у нас любит такое сравнить, вот свои как-то вот не так привлекательные дети и внуки, как вот чьи-то дети вот там за забором, они какие-то вот поинтереснее все время, да, и каждый раз, когда ребенок чувствует в маленьком возрасте вот это неблагополучие, что он не лучший, да, потому что его с кем-то сравнили, а он по каким-то показателям не лучший, его это всегда удручает, его это заставляет всегда, ну, копаться в себе и очень много критики иметь в себе. И вообще вот эта вот культура, да, вот Альбина отмечает, уже рассмотрела, да, в себе эти штуки, да, есть такое, с этим тяжело. Я расскажу чуть попозже про практики, вот, но на самом деле, вот, у меня практически сегодня из всех участников, все, кто проходили большей части группа Утина, и это работа с маятниками. На самом деле, когда мы стремимся вот в сторону лучшести, да, в сторону идеала, то мы, ну, провоцируем маятник в обратную сторону, то есть нам жизнь начинает уравнивать наше вот это напряжение в сторону лучшего, уравнивает нас, как бы, в серединку, и таким образом получается, что, ну, мы начинаем попадать в ситуации, где мы вообще не лучшие, где мы вообще по этим субъективным показателям буквально худшие, вот, и, ну, таким образом происходит эволюция, да, и принятие себя не с позиции лучшего, а принятие себя, потому что ты личность, ты, ну, вот ты такой, какой ты есть, и не цифры какие-то в KPI делают тебя вообще личностью, а то, что ты можешь слышать себя и делать то, что тебе нужно, и исправляться с собственными страхами, вот, для своего развития, вот это важно, вот, ну, об этом еще попозже проговорю, вот. И вот так вот, совершенство, как говорят, нет предела совершенства, да, и можно вообще совершенством заниматься много и долго, и никогда к нему не прийти, не достигнуть этого совершенства, вот. Вот, то же самое можно сказать про вот это стремление учиться на пятерке, получать красные дипломы, получать какие-то аттестаты с отличием, это все тоже вот из этого драйвера быть лучше, вообще биться там за оценки, вот сама вся система образования детей, она вся выстроена на том, чтобы вот эта вот система сравнения, она происходила. Вот, но понимаете, как вот есть коллектив или есть класс детей, их 20 там с лишним человек, и кто-то один лучший, допустим, ну, кто-то один победил, да, а все остальные, получается, не лучшие должны сразу стать. Вот, и это всегда очень сильно травмирует психику. Психика и вообще вот личность это такое хрупкое, с чем мы имеем дело каждый день, общаясь друг с другом, и вот просто можно каким-то, ну, как рубленным кирпичом, словом сказать, да, или с чем-то сравнить, потому что мы так привыкли сравнивать. И очень сильно ранить внутри человека и поломать буквально его уверенность в себе. Вот, и я заявляла в лендинге, да, что если там выходить, там, счастье своим детям, то нужно научить их самоидентификацию делать не только по показателям извне, да, какие-то другие ценности прививать и другие, другой фундамент давать ребенку. Ну, об этом вообще отдельная тема, и она очень большая. Вот, следующий драйвер это старайся. Старайся, это вот, когда, знаете, вот я еще пока недостаточно готов, мне еще надо подготовиться, мне еще надо сделать то, сделать другое, я еще пока вот не совсем. Я знаю пример такого человека, вот один мне вспоминается, чтобы вам привести. Такая у него, знаете, гигантомания в целях. И ему всегда надо стараться, но стараться до самого глобального, до самого великого. И то, что он делает, скажем, ну, ежедневно, да, по кирпичику, собирая этот замок, он это вообще не ценит, потому что это, ну, это ерунда какая-то. Вот надо сильно стараться, потому что там же на горизонте где-то замок у него большой, мерцает, вот надо туда стараться. Вот, и, ну, а туда-то не дотягивает и не ценит то, что имеет сейчас. И находясь в этом драйвере, чувство постоянного неудовлетворения, потому что та иллюзия, которую он хочет достигнуть, она, ну, вместе с каждым днем его старания, она как будто бы отодвигается. И отодвигая, потому что он, ну, вот, не принимая то, что есть сейчас, да, игнорируя свои достижения, вот эти маленькие шаги, маленькие результаты, он как будто бы отодвигает свою цель все дальше и дальше. Вот, и она для него начинает быть вот такой иллюзией, там, песочным замком, до которого вообще не добраться. Вот, поэтому стараться, как говорится, в развитии есть такой парадокс. С одной стороны, нужно ставить себе большие амбициозные цели, да, и нужно эту планочку поднимать, но с другой стороны, необходимо находиться в состоянии тотального принятия того, что есть сейчас. Тотально принимать все, что находится сейчас. Вот, если мы не принимаем и мы хотим идти к большему, но от дискомфорта, да, от неудовлетворенности или от просто игнорирования того, что есть сегодня, да, просто вот в старание уходит, да. Можно также сказать, что это те люди, которые много учатся, да, они постоянно чему-то учатся, у них, может быть, там дипломы, они коллекционировать уже могут, да, и диссертации. Но потому что вот в этом их такой вот драйв, да, в этом их движок, в общем-то, учиться, стараться. Но вот оно очень сильно переплетено с первым драйвером, да, быть лучшим. Но если быть лучшим, это вот в действиях быть лучшим, то старайся это в подготовке быть лучшим, в обучении, в подготовке, в сборе информации, в переписывании сто раз цели. Каждый раз кажется, что цель сформулирована как-то не так, надо ее снова переписать. По большому счету надо уже брать да делать, а он все цель переписывает. Вот. Или там он ее все как-то вот нахолице зреет. Да, причем такую цель заведомо, которая нереализуема, как такой песочный замок. Следующий драйвер – радуй других. Ну, радуй других – это тоже такой момент, что ничего себе, а все для других. Это с детства встроенная модель поведения или сценарий поведения, когда нужно удовлетворить других для того, чтобы себя чувствовать в безопасности. Ну, к примеру, там, радовать родителей, чтобы они, допустим, не ругались. Ну, тоже разные бывают семьи, разные поведения, да, чтобы они не ругались, а чтобы они, наоборот, были благосклонны, чтобы они не наказывали, а чтобы они там что-то разрешили и так далее. И тогда человек начинает радовать других, забывая о себе. Потому что детские, вот эта вот детская, очень хрупкая такая модель жизни, она подстраивалась, да, потому что, ну, родители, семья – это целая вселенная для ребенка. И, конечно, он зависит, очень зависит от того, как вот он подстроится, да, вот в этот взрослый мир. Но когда мы вырастаем, то мы, ну, по привычке, бессознательно делаем то же самое, хотя уже можно совсем по-другому смотреть на вещи, совсем по-другому выставлять приоритеты в своих действиях. Вот. И, как правило, эти люди, они совершенно не знают, чего они хотят, не знают своих потребностей. И почему это происходит? На самом деле, когда вот нас учат подавлять свои эмоции, да, там, плакать плохо, радоваться плохо, слишком активно себя вести нельзя. То есть надо быть таким усредненным, сереньким, без желаний, без каких-то вот таких ярких, активных проявлений себя. И с возрастом, во взрослой жизни, вот такие люди, они вообще перестают желать. Когда ко мне на консультации приходят люди, говорят, ну, я вообще, ну, я просто смотрю, например, натальную карту, да, вот по астрологии, и понимаю, что там есть проблемка. Иногда бывает, что вот это родовой память, да, приходит, или там кармически приходит с такой проблемой. Научиться развивать свою личность, научиться свои желания вообще понимать, потому что где-то перекос был в сторону игнорирования своего, своих потребностей, своих желаний, не слишком устремлений угождать другим людям. Вот. То, ну, начиная разговаривать, так и происходит, да, что был очень жесткий контроль эмоций в детстве, вот, и человек просто не умеет понимать, а что он хочет, какие его потребности, какие желания. И здесь вот как раз нужно учиться говорить о своих желаниях, но для того, чтобы о них говорить, надо сначала самому их научиться понимать. Вот, правда, есть люди, которым тяжело вообще понимать, чего они хотят, и для них это большая, большая такая проблема, они знают, что я хочу. И они живут, у них смысл жизни, и чем-то радовать других. Радовать других это хорошо, но во всем должен быть баланс, отдавать и брать. Если мы отдаем, то все время отдавая, отдавая, не пополняться в этот момент, то в какой-то момент мы начинаем радовать других, но с большим таким грузом негатива, что я же в позиции жертвы нахожусь, и человеку это очень больно начинает быть с годами, накоплена эта боль, вот этой неудовлетворенности. Следующий драйвер. Будь сильным или будь позитивным. Да, вот здесь вообще сам человек запрещает себе испытывать эмоции, потому что он считает, что эмоции это такая участь слабых, участь слабаков. Да, здесь в детстве нам что говорили, что ну ты же мальчик, тебе плакать нельзя, а сильные мальчики не плачут. Или ты же девочка, девочкам плакать нельзя, девочки должны быть сильными, они плакать не могут, ну и так далее. И вот это вот будь сильным, будь сильным, будь стойким, будь выносливым. Да, во многих ситуациях это полезно и необходимо, но до тех пор, пока это не становится тотальным таким драйвером, что я не могу проявить вообще свою слабость, я не могу проявить свои вот эти живые эмоции, да, я не могу стать вот этой вот, ну вот такой стурящейся водой, да, в чистом ручье, потому что вот хочу просто поделиться или испытать то, что я чувствую сейчас, да, или вообще прислушаться. Вот, и человек, он такой ходит, такое лицо, как маска, говорит ровным, спокойным голосом, произносит фразы не от первого лица, потому что, допустим, даже если он устал, у него тяжелый день, то он редко скажет «я устал». «Я устал» – это значит признаться, что я слабый. Он, скорее всего, скажет такую фразу «этот день меня утомил» или «эти дети меня утомили» или там еще что-то, да, то есть он начинает говорить о том, что на него повлияло что-то, что вот так произошло, это не он устал, да, он не может быть слабым, он обязательно должен быть сильным. Вот, и следующее – это тоже в этом же пункте, да, мысли позитивно, тотально мысли позитивно, делай вообще улыбку натянутую, да, вот позитивное мышление, его можно по-разному понимать. Есть понимание позитивного мышления, это когда ты просто смысл видишь в каждом своем дне, да, даже вот именно вот в той боли, которая происходит, ты видишь смысл, и ты понимаешь, что это все для лучшего, для развития, для каких-то изменений в жизни. Вот, но бывают позитивные мышления, когда мы просто начинаем, ну, где-то себя ограждать от этих проблем, да, и, ну, где-то заедаем чем-то вкусненьким, где-то идем где-то посидеть, где-то вкусно, ну, и так далее. То есть начинаем вот этими, ну, животными удовольствиями получать позитивные эмоции, вот, чтобы заглушить вот какую-то боль внутреннюю. Вот, это такая тоже интересная история, которая управляет людьми. И спешка. Спешка – это когда человек всегда куда-то торопится, боится, что у него не хватит времени, он не успеет. Ну, и, как правило, человек, находящийся в торопливости, в спешке, он действительно не успевает, он действительно, у него не хватает времени, и он говорить старается быстро, и он к времени относится, вот, ну, не совсем может его рационально рассчитать, да, он либо слишком запасом выходит и ждет, да, это если тоже там еще дополнительные какие-то мини-драйверы навязываются, вот. Либо он выскакивает на последней минуте и изо всех сил спешит, ну, потому что спешить – это стиль жизни, потому что спешить, ну, вот просто пройтись, например, ровным, спокойным шагом – это ненормально, да, надо постоянно спешить. И очень часто это драйвер таких больших городов. Я жила в Москве, когда пять лет я прожила в Москве, и там, ну, было заметно, вот эта вот спешка, все в спешке находятся, а люди тотально спешат. Они просто, ну, все делают на ходу, вот, потому что, ну, да, сам город обязывает к тому, чтобы быть в спешке. Ну, и здесь, в Кемерово, я точно так же отмечаю, что люди тоже в спешке нормально зависают. Вот. Да, Альбина, вот Альбина у нас как раз из Москвы. Это, да, вечно куда ты бежишь. Да, мне казалось, что когда в Москве, например, просыпаюсь утром, и это выходной день, и мне, допустим, никуда не надо, я все равно находила повод, куда бы мне побежать поспешить. Вот, ну, просто находишься в этом ритме спешки. Если ты спешишь, если ты занят, то, значит, ты человек деловой, у тебя есть дела, у тебя встречи, у тебя встречи на встрече вообще, да, и тогда ты окей, ты себя чувствуешь, что благополучно все, потому что ты занят, потому что у тебя вот есть много дел и много спешки. Вот такие драйверы, и эти драйверы являются причинами вот негативных переживаний. Часто люди говорят, ну, вот почему я раздражаюсь, как перестать раздражаться, как перестать агрессировать, как перестать злиться. На прошлом вебинаре мы говорили о пользе отрицательных эмоций. Они, как правило, показывают внутреннюю, внутреннюю вот несостыковку того, что лично я хочу, какие мои потребности, да, и то, что происходит вовне, вот несостыковки. А сегодня я хочу сказать о том, что это не только истинные потребности, да, но и ложные вот эти сценарии, они также вызывают удовлетворенность. Например, если я лучший, да, вот у меня есть сценарий быть лучшим, но вовне все происходит так, что, ну, вот я лучшим не проявляюсь по каким-то показателям, да, в работе, допустим. Вот. Я начинаю испытывать негативные эмоции. Почему? Потому что я чувствую себя неблагополучно. Я чувствую, что у меня где-то несоответствие вот этих вот параметров такого приличного человека, да, то есть я в чем-то какой-то недо... Ну, вот в чем-то недо... Всегда чего-то недоделываю. Я где-то недоуверен в себе, я где-то недостоен и так далее. Вот. И получается, что вот в этом состоянии, когда мы проживаем неблагополучием, мы очень сильно начинаем себя клевать. Особенно это касается женщин. Женщины более самокритичны, чем мужчины. Вот. И женщины очень сильно страдают, вот особенно там по второй и пятой чакрах, да, это где женское, женское начало, и где вот самоидентификация как личность, очень много сбоев происходит. Почему много там женских заболеваний или там нарушений функции щитовидной железы, да, которые вот находятся в пятой чакре. Потому что люди начинают себя очень сильно критиковать. И вот здесь надо научиться отстраивать, что есть и процедура анализа, а есть процедура критики. Вообще вы знаете, в чем разница анализ и критика? Если знаете, напишите плюсик. Если нет, то я кратенько поясню, что такое анализ, а что такое критика. Это вообще моя любимая практика по отношению к самой себе. Не критикой заниматься, а анализом. Да, Наташа Альбина отмечает, что интересно узнать. Вот анализ – это когда я анализирую, вот произошло какое-то событие, допустим, провела я вебинар или тренинг, я начинаю анализировать. Что вот в этом случае пример, кроме того, что я привела, можно еще парочку примеров добавить в следующий раз. Можно себе проанализировать, что вот на этом месте лучше бы сделать перерыв. Можно проанализировать, что вот здесь вот скорее нужно поменять местами, допустим, структуру. Вот это начинается анализ. Анализ – это продумывание действий, которые я могу в следующий раз сделать по-другому. И когда мы продумываем действия, то это же ко мне как к личности не имеет отношения. Я просто начинаю улучшать свои действия. Вот. А критика – это всегда направлено на личность. Начинается, что вот, ну, я, наверное, такая плохая, что я не догадалась, что кроме одного примера надо еще два привести. Я, наверное, не совсем профессиональный тренер, потому что я не догадалась, что мне надо поменять местами вот эти две структуры или два модуля. Я, наверное, совсем вообще какая-то неорганизованная, потому что я из тайминга вышла и так далее. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть когда мы анализируем и улучшаем процедуру действий на будущее, но при этом не потому, что я плохой, а потому что я попробовала, как это, да, и вижу зоны роста, вижу, как можно сделать лучше. Это такое творческое созидание, улучшение процесса на будущее. При этом я окей, и люди вокруг меня окей, то есть мне не за что себя отгнобить. Вот, а когда мы начинаем самокритикой заниматься, то мы очень сильно, да, совершенно верно, Альбина, вот критику нужно переводить в анализ. Анализ совершенно безопасен для нашего здоровья. Это только вот такая мысль творческая, мысль на развитие. Но когда мы начинаем критиковать свою личность, то в этот момент нам делать ничего не хочется. Руки опускаются, мы в себя перестаём верить, мы начинаем обрастать страхами. Нам кажется, что, ну, вообще просто как-то почва из-под ног уходит, и вообще как дальше жить? Да, ориентиры вообще теряются. Вот, и вот самокритика считается неэффективным расходованием энергии эмоций, потому что эмоции нужно направлять в действие, энергию эмоций в действие направлять. Но если мы её не направляем в действие, а самокритикой занимаемся, то мы эту энергию направляем на разрушение своего тела. Вот, и отсюда начинает быть много проблем и по здоровью, и вообще в целом по личностному, по личностной идентификации. Вот, то есть негативные эмоции какие у нас могут быть? Разочарование, досада, расстройство, неуверенность в себе, недоверие себе, недоверие людям. Вот, это всё очень болезненно. Вот, как выйти из сценария жизни? Вообще, нужно обрести свободу от бессознательного плана жизни. Но, как я в самом начале сказала, совсем свободу обрести, это тоже такая недостижимая задача. Мы можем подружиться с бессознательным через понимание эмоций, через проживание эмоций. И нужно восстановить три качества свободной личности. Осознанность, спонтанность и интимность. Все эти три качества, они свойственны проактивному поведению. Очень многие из вас были у меня на тренинге по проактивности, это вот те навыков Стивена Кови. Вот, и проактивное поведение, это как раз свобода от бессознательных сценариев. Ну, хотя бы в каких-то моментах жизни. Конечно, тотально достигнуть вот этой вот свободы от бессознательного можно, но над этим нужно очень хорошо работать и долго. Вот, но ловить себя на этом можно и переводить себя в осознанность, спонтанность и интимность. Что такое осознанность? Осознанность – это вообще состояние быть здесь и сейчас. Когда мы изучали эмоции, да, то многие из вас уже знают, что эмоции могут характеризовать, что наше мышление в прошлом или в будущем, и очень мало таких моментов, когда мы бываем в настоящем. И эмоции настоящего, они как раз подсказывают, что вот да, ты здесь и сейчас находишься. Например, это состояние принятия, состояние такое умиротворения, благодатности. Эмоции прошлого или будущего как раз говорят о том, что ты находишься не здесь и сейчас. Твои мысли где-то далеко от твоего тела. Вот, и тогда ты где-то вот вообще не улавливаешь реальность. Осознанность – это способность видеть и слышать, и чувствовать, ощущать вот все те впечатления, которые происходят с тобой сейчас. Например, если мы находимся, ну, допустим, в кинотеатре, смотрим фильм, и нам кажется, что он интересен, этот фильм, но в этот момент мы или в какие-то моменты начинаем уходить в планы на завтра, а что завтра надеть, а как завтра мне сказать, а как мне что-то сделать. И мы уже не здесь и сейчас, мы уже находимся где-то в будущем. Вот. Задача какая? Необходимо переносить себя максимально в состояние здесь и сейчас, долго в будущем и прошлом не зависать. Да, вот. Это вот все про осознанность. Спонтанность. Вот спонтанность кажется таким, ну, противоречивым, да, быть осознанным и быть спонтанным, потому что спонтанность – это как раз не осознанность, а спонтанность – это как раз позволить себе вот такое детское поведение, какую-то, ну, иррациональность или эмоциональность, но причем спонтанность, она интересна вот именно в момент, когда нужно выбрать что-то. Вот. Когда мы выбираем, приходим, допустим, в ресторан и хотим заказать что-то из меню, когда мы начинаем осознанно подходить, рационально, да, там вот это полезно или не полезно, в какие-то моменты это тоже хорошо, но иногда нам хочется побыть спонтанными, да, вот спонтанное все на самом деле оказывается и более вкусным, и все равно оно не такое вредное, вот. И еще есть такая тоже поговорка, что все самое лучшее случается неожиданно, спонтанно. Но когда мы вот на этот шанс жизни, спонтанность на эту, когда мы на нее готовы, когда мы не закрываемся, что вот, если у меня это не запланировано, то я не буду этим заниматься. На свидание хожу только запланированно, да, или там вещи покупаю себе только запланированные, но вот раз вот эта спонтанность, неожиданность, да, вот сиюминутность, она дает возможность именно почувствовать себя настоящего, свои желания истинные. Вот. Ну и интимность или близость, это, собственно, близость с самим собой, а чтобы быть близким с самим собой, надо очень хорошо понимать свои истинные потребности. нужно понимать свои глубоко спрятанные желания. Для того, чтобы их понимать, нужно очень хорошо дружить с эмоциями. Эмоциональный интеллект снова полезная такая штука. Вот я уже какую тему не начинаю рассматривать, все время схожу к тому, ну вот, мнение моё сходится к тому, что через эмоциональную грамотность, через понимание эмоций происходит очень серьезный и такой качественный личностный рост. Потому что, когда мы можем понимать свои чувства и эмоции, мы можем понимать состояние и переживания других людей. Мы можем им не просто дежурными фразами какими-то говорить, там, улыбнись или быть позитивным, мы можем действительно человеку посочувствовать и через сочувствие вывести его на ресурсное состояние принятия, допустим. Вот. Поэтому быть интимным самим собой близким, подлинным, настоящим и проживать настоящее, вот, это все помогает следовать скорее за собственным интересом, за интересом своей личности, чем просто тупо ходить по кругу каких-то бессознательных сценариев, которые вообще никому не нужны на самом деле. Знаете, вот такую фразу недавно я услышала и с вами поделюсь. Все, что вам кажется важным, это важно только в вашей голове. Все, что вам кажется важным, это важно только в вашей голове. На самом деле, каждый человек очень сильно заботится о том, а как он вообще, а какой, вот, вот он вообще как-то, ну, с ним все хорошо, он благополучий или неблагополучий. Поэтому благополучие свое нужно мерить только относительно своих собственных целей, интересов, потребностей, ощущений, проживаний, своего опыта. И не примиряться к каким-то внешним критериям оценки быть лучшим, что я недостаточно знаю, что я вообще куда-то постоянно спешу, а кому это надо интересно вообще, ну, кому это надо спешить. Ну и так далее. Вот. И я вам что предлагаю? Вообще развитие себя как личности и перестройка, перепрограммирование любых подсознательных сценариев, оно требует такой, конечно, серьезной рефлексии, причем самостоятельной рефлексии и длительной рефлексии. Да, рефлексия – это разговор с самим собой, это где-то переоценка своего опыта, это анализ именно своих действий, но не критика себя. Вот. И понаблюдать можно за собой и за другими людьми. Вот когда люди вам делятся историями своими, то вы уже сможете очень четко различать, в каких драйверах они находятся и почему именно эти драйверы их заводят вообще, почему у них происходят такие вот сценарии. Практику я вам такую предлагаю делать, называется она крючок в настоящее, то есть постоянно закидывать крючок в настоящее. Вообще, вот эту вот рефлексию нужно делать с регулярностью в один час. Разговаривала с одним, в прошлом он был топ-менеджером, сейчас он тоже бизнес-тренер, мой партнер по новому проекту Саша Дудоров, и вот мы с ним разговаривали, он говорит, я когда был топ-менеджером по персоналу, он говорит, я себя всегда чекинил каждый час. Мне интересно, мне полезно, и после того, как он себя чекинил какое-то время, он решил, что работать топ-менеджером это не для него. И сейчас он занимается чем-то другим. Вот эти четыре вопроса мне интересно, мне полезно, почему я это делаю, это отсыл в прошлое, то есть по какой причине я начала это делать. А зачем я это делаю, это отсыл мышления в будущее. Зачем, с каким смыслом, для какого вообще, для какой цели я это делаю. Вот. И когда вы будете задавать себе вот эти вопросы, то очень часто можете замечать, что я это делаю вообще, ну вот для чего я стараюсь быть лучшим, например. А мне это интересно, да может быть мне уже эта сфера деятельности неинтересна. Может быть мне уже и эти люди, с которыми я взаимодействую, неинтересны. А полезны ли они мне? Скорее всего это куча стресса, это дефицит внимания детям. И я все равно в состоянии не лучшей, да, и я вот этим занимаюсь, потому что надо просто тупо стремиться быть лучшим. Какие-то внутренние драйверы меня двигают. Почему я это делаю? Вот хорошо бы разобраться. Если я не уверен в себе как профессионал, то может быть мне нужно повысить свою компетентность, да, или посмотреть, какие есть смежные сферы деятельности, чтобы этим заняться. А зачем я это делаю? Вот вообще смысл-то в этом есть. Смысл это такие вообще тоже очень хорошие драйверы, очень сильные. Я в презентации заявляла, что я про шесть драйверов расскажу, но вот классических их пять. Я прихожу к выводу, что в современном мире есть еще один очень сильный шестой драйвер. Шестой драйвер. Рассказать вам про шестой драйвер интересно или нет? Это такое мое умозаключение. Авторы, о которых я вам говорила, к этому драйверу не имеют отношения. Да. Я вам хочу сказать, что шестой драйвер современной жизни это, ну понимаете, мы тут все девочки, да, я могу сказать, вот быть замужем и иметь детей. То есть, если в нашей жизни, например, женщина не замужем и у нее нет детей, то она как-то не благополучна. Но на самом деле, ну не всем нужно вот именно через это развиваться. И не всем нужно стремиться обязательно выйти замуж, обязательно родить. детей, потом как-нибудь я разовьюсь. Это все придет, но цель-то должна быть через развитие своей личности идти в отношения, идти в пару. Не для того, чтобы что-то потреблять, а чтобы было что дать. Вот. И вот это вот пунктик, ну просто у меня так складывается жизнь, что трижды у меня было три попытки, я считаю, что у меня 10 лет, а то и больше просто выкинуто зря вот из жизни, потому что вот эти вот драйверы обязательно надо быть в отношениях, это вот как-то вообще не в тему, если ты говоришь, что у тебя нет мужа и детей, это просто сколько это было лет страданий, это страшно вспомнить. И просто оборачиваясь назад, я понимаю, что лет 10 в моей жизни просто честно и смело можно перечеркнуть. Я стремилась достичь каких-то драйверов общественных порядков, общественных мнений, общественных пунктиков. Вот. И ну вот так. Это мой вывод, наблюдая за обществом. Я просто знаю, сколько вообще тренингов происходит по поводу того, как удержать мужчину, как выйти замуж. И эти тренинги собирают огромные залы, но на самом деле смысл-то не в этом. Вот. И вот эта тема смыслов, она такая очень интересна. Вероника поддерживает точно про шестой. Да, в современном обществе такое ощущение, что ты какой-то неполноценный. А кроме того, это не только общество, это семья. Я просто каждый раз для меня это настоящее страдание, когда мне начинают на праздник, на Новый год, на день рождения, на 8 марта. Мне все желают выйти замуж. Я туда просто не хочу. Вот. Просто в данный момент мне только стоит там щелкнуть пальцами. У меня я уже давно была бы замужем. И уже давно была бы там, не знаю, с детьми не знаю, но замужем бы точно. Вот. Но я туда не хочу, просто не хочу, и все. Не знаю, ну, наверное, это такое вот прислушиваться стало к себе и стало делать выбор в пользу своих интересов. Ну, вот так. Спасибо, что послушали. Вот. Так, ну, собственно, смотрите, что по сегодняшней теме я завершаю, подытожу, хочу подытожить. Вот такие бессознательные сценарии повсюду с нами в жизни, они, мы их передаем нашему подрастающему поколению. Мы этим делимся с коллегами в семье, с близкими и так далее. и где-то мы поддерживаем в этих драйверах, а где-то мы стимулируем и так далее. Очень полезно развиваться, исходя из своих личных интересов. То есть стать личностью, это означает соединить сознание и душу. Когда сознание начинает прислушиваться к душе, а душа говорит языком эмоций. И вот снова я про эмоции, да. Душа говорит языком эмоций, когда сознание слышит свою душу, и делает так, как в душе хочется, то тогда формируется личность, тогда развивается личность. Я всем вам желаю поменьше тратить дней, месяцев, билет своей жизни на какие-то просто бессмысленные сценарии, которые не радуют вас, не радуют ваших детей и портят ваше здоровье. Будьте интимными к самим себе, будьте близкими и слушайте себя. Вот такое мое пожелание. Поставьте, пожалуйста, в чате по шкале от 1 до 10, просто, чтобы мне понимать, насколько сегодняшняя тема была для вас полезна, интересна. Единичка это так вот, минимум пользы, и десяточка это вот, ну, так ощутимая польза, хорошее осознание, пожалуйста, поставьте, я вам еще расскажу несколько анонсов. Да, Юля 10, Надежда 10, Вероника 10, Альбина 10, Юля, спасибочки, спасибо большое за то, что вы были такими внимательными слушателями, что ощутили для себя пользу. Да, Светлана вот с непривычки, да, у нас сегодня, я вот так тестирую вообще время, какое было бы вам интересно, напишите, может быть, мне в чат, какое время для вас было бы интересно, это 8 вечера, это 9 вечера, это 10 вечера, Катя 9, ну, какое было бы вам удобно, да, чтобы мне спланировать следующие наши встречи. Я пока проговорю анонс следующего вебинара, вы, пожалуйста, отметьте удобное для вас время встречи. Следующая тема, как я вам обещала в прошлый раз, рассказать о том, как устроена наша голова. Я сначала написала тему, как устроено наше мышление, потом думаю, ну, нет, это как-то сильно заумно, потому что и мышление там очень такие тонкие термины, там, химические реакции, процессы, вот, но на самом деле все просто. Я хочу, чтобы мы поговорили о том, как устроена наша голова, какие есть отделы, как они вообще у нас взаимодействуют, память, впечатления, эмоции, инстинкты, рациональное, наш разум, наш ум, это эмоциональное, наше подсознание, и все это вот настолько очень здорово вселенной задумано, вот это вот природой задумано устройство для того, чтобы для нас сделать все максимально безопасно. Но если мы ведемся на эту удочку, да, вот этой безопасности, то можно смело себе сказать, что все, я вообще не буду развиваться и не буду достигать цели, я буду просто действовать по системе безопасности. Как сказал один американский бизнес-философ, Джим Рон, он мне очень нравится со своими высказываниями, он сказал, что если вы хотите себя сохранить, то потом не удивляйтесь, почему вы такие бедные. Вот, то есть все, что инстинкт самосохранения вызывает, вот эта вот безопасность, да, которая прикрывает разум иногда, вот этот бессознательный сценарий, они на самом деле не всегда нам в плюс, а очень часто в минус. запись, да, дело в том, что да, сегодня я поставила на запись, а до этого два раза я забывала нажать кнопочку, вот, сегодня запись идет. Вот, я еще парочку следующих анонсов расскажу. Старт следующего сезона по эмоциональному интеллекту 6 июня, это в следующий вторник. Альбина просит про маятник, можно немного, когда какая-то ситуация притянулась, нехорошая эмоция, как сработать, чтобы выровнять. Вот, Альбина, чтобы нам обнулить маятник, чтобы он не раскачивался, очень важно вот к этим нехорошим эмоциям, как мы привыкли это оценивать, на самом деле вот все нейтрально, вот в нашей во вселенной все нейтрально. В хорошую или в плохую сторону это уже человек со своими стереотипами оценивает. И вот задача вот в этой нехорошей ситуации рассмотреть какое-то рациональное зерно и проявить эмоцию принятия. Принять, сказать, ну да, ну вот так есть, вот честно принять, признать. Ну, это самая такая простая рекомендация. Конечно, там есть, можно прям по пунктикам выписать, что меня раздражает в этой ситуации. Знаете, я, может быть, на эту тему сделаю отдельный мастер-класс, отдельный вебинар. Вот именно он называется вот принятие, вообще говоря, да, любитель, полюби себя и полюби окружающих. Вот полюбить это означает принять. А как принять? Вот совсем недавно я узнала очень хорошую практику, как принять. Она вполне себе такая логичная и по пунктикам все делается. И вот сейчас мне пришла мысль вам дать такой вот вебинар отдельно. Если вам интересно, поставьте плюсики. Да, как любить? Такая вот будет интересная тема. Как любить? И как раз мы будем рассматривать через вот отношения с людьми, которые, может быть, вас раздражают, бесят или какие-то ситуации, которые вам просто вот перекрывают кислород. Вам кажется такая больнющая вообще тема, но именно в этой теме очень много ресурса. Я, несмотря на то, что какие-то свои вопросы полтора года уже прорабатываю. Вот вчера я была на обучении по онлайн вот у Филиппа Гузняка и он давал практику и благодаря этой практике я еще столько всего навскрывала в себе, что есть с чем работать на самом деле. Вот. Ну и что, всех, кто хотел бы еще раз прокачать навыки эмоционального интеллекта, разобраться со своими эмоциями, разобраться с ситуацией, получать каждый день упражнения для самостоятельной работы вот в течение трех недель, то, пожалуйста, приходите. Давайте я вам, может быть, ссылочку в чат кину. Ну, здесь среди участников вебинара также есть уже те, кто были. вот. Ну, может быть, вы порекомендуете вашим знакомым. получилась. Вот. Начинаем во вторник, 6 июня, три недели Альбина, тем, кто не был, я рекомендую. Да, дату переношу. Видимо, в связи с летним сезоном группа пока не набирается и не набирается, но вот на 6 июня уже есть несколько желающих. Ну, а теперь, как говорится, надо набирать группу полноценно, потому что проводить нужно. Вот. Юля проходила, да. Ну, и последний анонс, который я хочу рассказать, такая интересная тема, вот про настоящие, да, и даже сегодня мы говорили в нашем вебинаре о том, для того, чтобы работать с бессознательными сценариями, нужно быть в состоянии здесь и сейчас. Нужно быть спонтанными, то есть живыми, да, и нужно быть интимными, близкими, настоящими. Это такие очень глубокие темы, глубокие, вообще глубокие практики для того, чтобы действительно жить настоящим. Я готовлю, я готовлю тренинг живой в Москве в партнерстве с Александром Дудоровым. Мы вот так друг друга мотивируем на, то и постоянно у нас меняются сценарии, мы то одно, то другое, у нас очень много уже всяких фишек и интересностей для группы. Вот. Готовим тренинг, который состоится в конце августа в Москве. Называется он пока рабочее такое название «Живи настоящие». Вот. Следите за анонсами. Буду рада видеть вас на тренинге в Москве. Ну что, дорогие мои, будем прощаться на сегодня. Все, что я вам хотела сказать, это все. Я отключаю запись. Спасибо и до следующего вебинара, который состоится 1 июня. Время, скорее всего, поставлю в 17.00 по Москве. До новых встреч! До новых встреч!